Приветствую вас, дорогие зрители, на канале Михалыч Топи Геймс и меня зарейдили. В принципе, я сейчас буду готовиться к мести базы Выжившего. Я зашёл только первый раз после того, как дискетку с координатами залутал. Всё разрушили. Надеюсь, что заряды С4 мне оставили, ну и, конечно же, топоры. Сейчас я подготовлюсь, и мы немедленно отправимся на месть. Всё, что нужно, я подготовил, ребят. Вот только нужно, наверное, найти немножечко еды. Давайте посмотрим в те ящики, в которые мы уже заглядывали. Ну, я так понимаю, что еды здесь... Возьмём с собой ещё парочку индюшатины. Я думаю, что выжить возможно. Отправляемся на месть базы Выжившего, на антирейд, на ответный рейд. Как хотите, как угодно вам так и называйте. С7 топоров, 3 заряда С4, ВСС, мачете и военный сет. Выезжаем на глобальную карту. Нам остаётся только увидеть, кто же, кто же осмелился нас потревожить. Насколько суровая там будет база. И сможем мы с лёгкостью забрать свою. Так, Кенни. Кто убил Кенни? Или как там? Они убили Кенни. Сволочи. Давайте немножечко подождём. Так, ребят. Свершилось такое... Не сильно, конечно, хорошая новость. То, что... Особенно для меня. То, что у нас прошёл разрыв соединения. У меня прошёл разрыв соединения. Так, это означает, что мы потеряли... Я потерял интернет. И немножечко подождал, пока появится интернет. Продолжаю рейтить. Боюсь, конечно, что теперь я не смогу слиться. Потому что база пропадёт. Именно в таких случаях нужно лучше не рисковать. Поэтому я рисковать не буду. Я пришёл на базу выжившего. И интернетик пропал. Здесь есть турель. Турель здесь есть. Но я привык, конечно же, взрывать, наверное, ребят, так как и вы. Сразу же в Велкам, где написано. Попробуем зайти. Посмотреть, что же там внутри. Отлично. Смотрите, турелька. Мне писали, ребята, попробую с режима стелса рубить турель. Так, так, 30. А с режима стелса 90. Да ладно, шикарно. Попробуем приседать. То есть, я так понимаю, что это очень быстро у нас получится. Слить турельку. База Кенни. Вы видите также часть железных стен. Ну, не знаю. Попробовать бы туда внутрь войти. Где-то сюда. Не, она полностью железная. Ладно, я трогать это всё не буду. Давай... Ой, тут железная. Да ладно. Половина базы железная. Взрывать, если буду, то вот здесь. Ну, а пока что, давайте посмотрим, что в этих ящиках. Начнём с самого низу. Чтобы, если что-то плохо пойдёт, то самые труднодоступные ящики мы уже слутали. Мачете отбиваемся от первых прибежавших зомби. Много мнения. Вы сами понимаете, что сливаться в этот раз я не смогу. Потому что, потому вы уже, наверное, заметили, что там был скачок. Значит, у нас, ребят, разрывчик соединения. Чек. Опа. Неплохо. Да ладно. Ну, в принципе, этого стоило ожидать. База совсем неплохая. И я доволен такому луту. Доволен. Тват аппарат. Топоры тоже, кстати, с неба не падают. Спиртоган. Давайте спирт возьмём. И возьмём, кстати, что? Изоленту. Посмотрим следующий ящик труднодоступный. В принципе, все вот эти ящики я, наверное, золотаю. Взрывать больше... О! Ещё немного брони. Почему бы и нет? Ну, то есть, явно это та броня, которую у меня унесли. Но, конечно же, хотелось бы принести всё в большущий плюс. Большущий. Огромнейший. Всё равно я буду воспользоваться свободным местом. В нашем чопере. Вот так вот красиво. И продолжать забирать своё. Ну, и, конечно, грабить этого парня полностью. Также две части сета. И... Ну, давайте резиновое изделие на... Как бы так же на дороге не валяется. Пробуем. Это третий ящик. Так. Ну, в каждом из ящиков будет, наверное, части сета моего. Так как меня зарейдили. И именно сет в основном спецвойск был основой. То, что вынесли. Так. Мачете не имеет большого скорости атаки. Зато неплохой урончик. Смотрите, как расправляется с зомбятами. 10 ударов нужно сделать, чтобы убить одного токсического зомби толстяка. Токсичный зомби толстяк. 10. Вы думаете, что? Сейчас мачета закончится. Я начну вас пилить с ВСС. Вот так вот. Дело пошло намного быстрее. Вообще пустой ящик. Ну, хотелось бы сказать отлично. Баба. Ух ты, металлолома. Сложил, сложил всё в кучу. Должен выживший мне немножечко заплатить. О! Вот это что-то получше. Очень много шатунов, ребят. Если вы попадёте на базу Кенни, сразу же шатунов вы наберёте достаточно большое количество. И сможете, наверное, сразу же, ребят, собрать кислотную ванну. Если, конечно, только шатунов-то не хватало. Возьмём также тепловой датчик. Детали для турели. Возможно, соберём турель. Так. Мне нужно сейчас срочно воду найти. Здесь. Смотрим. О! Глядь, сколько всего! Такой у меня есть. Такой тоже есть. Есть. А вот такого, это что? Узор Новый Год. Такого не было. Толстяк. Ну, такие есть. Белая краска. Тоже сойдёт. Остаётся всего лишь четыре ящика. Четыре ящика. И как раз мне хватает на полный шум. Ого! Ого! Вы, наверное, заметили, что там не совсем крутой лут в этих ящиках. Было интересно бы найти что-то ещё на этой базе. Ну, по-моему... Ну, судя по тому, что здесь половина базы-то железная, я думаю, что хороший лут явно спрятан именно за железными стенами. Ну, по крайней мере, я бы так сделал. Я бы логично подумал и сделал именно так. По-моему, ещё один. Как раз в ровень выпирать все ящики я смогу заултать. Ну, что? Последние ящики уходим. Всем. О, кстати, алкоголь немного... Ха! Жажду утоляет алкоголь. Опа! Икает! Круто! Этот ящик уже, в принципе, призовёт громилу. Ну, я понимаю, что это не совсем то, что хотелось бы. Взрывать тоже уже смысла нету, да? Фух! Ну что, поехали! Пофиг, что будет, то будет. Пустой ящик. Громила, ты чё? Ты где? Вот-то фу... Сейчас, сейчас, сейчас. Давайте кружочек почёта. Может быть... Ох, ещё и в туалет он увидел громилу. Обкакался, ребят. Может быть, громила где-то хочет уйти? Товарищ громил, а вы не хотите уйти где-то за карту? Вы не хотите у покинуть территорию рейда? Так, ну же, ну же, громилеон, ну, уходите где-то. Не-не, по-моему, громилеон, он не такой тупой, как попался нам на рейде, когда мы были на стриме. На прошлом стриме нам попалась база, где громила просто тупо ушёл с рейда. Отлично. Ну что? Фух, неплохой рейд получился, да? Ответочка, в принципе, принесла немного брони мне. Там целый сет есть. Два шлема, два торса, штаны. Ну и целый сет. Надеюсь, хоть что-то я вернул с этого. Также есть детали. Турели. М16. Тепловой датчик. Я уже забыл, что я там положил. А, ну, то есть, чисто сет. Да, конечно, бывало получше. Немного редких чертежей. Но, ребят, бывало намного-намного хуже. Рейды бывают намного-намного скутнее, чем вот этот, который у нас был. А вам, ребят, самое главное, спасибо за просмотры. Не забывайте ставить лайки. Поддержите канал. Подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новых видосов. Ну и, конечно же, пишите комментарии. Всем пока-пока. Удачи. И обязательно увидимся в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...